Деревянный дом на улице Галактионовской, 215, загорелся в середине дня. Все его жильцы в это время были на работе. Мухадинбегу Ибрагимову о пожаре по телефону сообщили соседи. Здесь уже 4 года он снимал квартиру. Из огня мужчине удалось спасти только документы. Да, я только пришел, я на работе был. И только-только вот обнаружили, что все сгорело, да? Да, мне тоже позвонились. Вы давно живете в этом доме? Да, давно. Что теперь делать будете? Я не знаю, посмотрим дальнейшую тюрьму. По словам очевидцев, огонь вспыхнул рядом с домом, а потом перекинулся на строение. Пламени поспособствовал сильный ветер. Я ехал по соседней улице, увидел дым. Первым практически подскочил сюда. Началось где-то гореть вот с этого угла, потому что тут лежали сухие дерева, доски. Отсюда сполыхнуло по дереву, потом на сарае и уже потом на дом. То есть может окурок, может еще чего-то. На место прибыли все спецслужбы города. Дежурила скорая, никто из жильцов в огне не пострадал. Но помощь понадобила соседке. Она испугалась, что пламя перекинется на ее дом. Для удобства работы пожарных полицейские перекрыли Галактионовскую. Огонь ликвидировали спустя час. Сложность сначала в том, что сложная плотная застройка, сильный порывистый ветер. Значит, на месте вызова были пять человек, так скажем, жильцов данного дома. Они были выкурены до прибытия парадных подразделений. На месте вызова погибших, подавших, нет. Что стало причиной огня, предстоит выяснить пожарной инспекции. Следующее слово – за прокуратурой. Она решит по итогам проверки, возбуждать или нет уголовное дело. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.